И это проблема не только Яндекса, это проблема большинства компаний, которых никак не контролируется то, как... Привет, друзья, меня зовут Саша Жучкин, и вот уже на протяжении 4 месяцев я исполняю мечты и прокачиваю жизнь обычным россиянам, таким же, как и мы с вами. Этого ролика могло бы и не быть, если бы я случайно не наткнулся на выпуск Стаса «Экакпросто», где он рассказывает про смерть курьера из Яндекс.Еды и про общественный резонанс, связанный с этой новостью. Я решил чуть глубже разобраться в этом вопросе и узнал, что на самом деле условия труда просто какие-то адские. Минимальное время доставки, бесконечные переработки и, что самое ужасное, это очень маленькая зарплата. В моих силах хоть как-то скрасить им их существование, но, к сожалению, всем я помочь не могу, и поэтому я решил заказать доставку из двух разных мест, которые находятся в одном торговом комплексе, и кто первый мне доставит еду, а скорость в этом деле очень важна, получит от меня чаевые в размере своей суточной оплаты труда. Сейчас я сделаю два заказа из одного торгового комплекса, там огромный фудкорт, и я постараюсь подобрать все так, чтобы примерно в одно время все приготовилось, поэтому не будем тратить время и давайте закажем. Ну что, заказ практически сделан, осталось только оплатить, и давайте уже сделаем это. Собственно, все, заказ сделан, осталось только встретиться с самым быстрым курьером и отдать ему его суперприз. Поехали. Именно к этому месту должен прибыть один из доставщиков Яндекс.Еды, и я думаю, что буквально через 10 минут мы уже узнаем, кто этот счастливчик, кому достанется этот суперогромный приз. А там не проходил доставщик Яндекс.Еды? Еще пока не проходил, ждем. Кстати, ребят, хочу вам рассказать про суперкрутой лайфхак. Обязательно его проверьте, ставьте лайк этому видео, пишите в комментариях вашу мечту, и с вероятностью 99,9% она сбудется, так что возьмите просто и проверьте. А вон Яндекс.Доставщик, слышишь? В общем, я вижу Яндекс.Доставщика, и похоже, все-таки из Теремка он доставит быстрее, чем из Макдональдса. Вон он, вон он идет. Сейчас мы его перехватим. Ну что, ребят, привет, как тебя зовут? Саша, слушай, у нас сегодня такая тема. Я заказал две доставки из Яндекс.Еды, собственно, и кто первее, кто первее сегодня доставит эту еду, получит суточную свою зарплату. Сколько ты получаешь в день денег за свою работу? Ну, если работать от 10 часов, у нас разный график. То есть, сколько ты сегодня заказов уже сделал? Четыре. Четыре заказа, и получается за каждый заказ сколько тебе платят? 75 рублей в час и 50 рублей за доставку. 75 рублей за заказ? И за доставку. Если первый грейд. Второй грейд, это 50 рублей за доставку. А грейд это что? Ну, кто лучше работает, тот и получает больше. Ага. Не опаздывая. А сколько ты времени уже работаешь в Яндекс.Еде? Уже полгода. Полгода? Да. И сколько максимально в день у тебя был заказ прямо такой, сколько ты разнес еды за день максимально? Около 15. И получается 15? За 10 часов. За 10 часов ты, получается, получил там в районе полутора тысячи, да? Угу. Я тебя понял. У меня есть тебе крутое предложение. Давай, если этот видос наберет 10 тысяч лайков, то я целый день с тобой буду работать в Яндекс.Еде. Ну, разумеется, на машине. Не рекомендую. Это будет тяжело или что? Лучше найти нормальную работу. Только не это. Я хочу показать зрителям, что, ну, как устроена внутрянка Яндекс.Еды. Поэтому, если набираем 10 тысяч лайков, ребят, я вместе с Саньком целый день буду работать в доставке и доставлять вместе с ним еду, и покажу вам, как это все устроено изнутри. Согласен? Ну, ладно. Окей. Слышал ли ты что-нибудь про вот пчела, которая умера в доставке Яндекс.Еды? Я слышал, но я беседу не читал. У нас есть общественные беседы, где около 1700 людей, которые... Это какой-то типа чат, да, где все сидят? Да. И в обсуждениях что-то говорилось о том, что кто-то, ну, к сожалению, погиб. Ага. Типа я слышал, что от переработки, там, он типа... Может, человек был с возрастом. Потому что к нам все идут работать. Ага. Даже бабушки. Даже бабушки типа доставляют еду? Офигеть. Что делается с едой, от которой отказывается клиент? Вот, например, ты привез, он говорит, типа, нет, я есть не буду. Что с ней делается? Во-первых, если вот я, курьер, везу доставку, ее могут или отменить, или типа она как-то будет не устраивать, ее могут отменить, типа, ну, да, есть не буду. То есть ее можно утилизировать или самому... Есть, типа, да? А это нужно разрешение какое-то, чтобы они, типа, сказали, вот, ешь, или типа... Ну, если отказался клиент, то или отдавать это клиенту, или забирать себя. А, то есть... Ну, есть это через колл-центр. И ты смело можешь, типа, есть это, да? Вот ты, например, нес по дороге еду, там, суп или что-то, споткнулся, короче, и там все, ну, разворошилась, короче, у тебя в сумке. Кто должен оплатить это? Ты или, типа, клиент все равно должен заплатить? И были ли у тебя такие случаи? Ну, пролился суп, но это надо договориться с колл-центром. И там вот через клиента договариваются, что с этим делать. Или перезаказать это же пролитое, испорченное. Или они получают какую-то скидку. Когда ты видишь, типа, своего из Яндекс доставки, вы как-то здороваетесь? Конечно. Типа, вы респектуете друг друга, да? Мы дружим активно, на самом деле. У нас теплая компания, потому что, когда вот, например, один человек из другого конца города, и при том, что мы постоянно в одном и том же месте встречаемся, даже случайно, мы друг друга рады видеть. Постоянно машем. Понятно. Мы даже не конфликтируем с деливерием. А, то есть вы нормально, да, когда видите деливери, у вас нет там... У нас нет никакой конкуренции. Прикольно. У нас разные рестораны. Может, какие-то вместе, но все равно. Ага, понятно. А ты в одном районе работаешь, или ты постоянно можешь в разных каждый день работать? Можно в разных каждый день под желанием. Ну, ты в одном всегда работаешь, да? Ну, сейчас, да. А какой район лучше, вот, как тебе кажется, по доставке? Петроградская. Там... Почти центр города. Там... Самый комфортный. Там у тебя 15 заказов было. Там? И... Можно больше. Угу. У нас один человек есть, который работает. Угу. На 24 на 7. То есть без остановки прям вообще? Ну, почти. Прикольно. То есть за неделю, возможно, вырубают по 30к. Но я в это не особо верю, если честно. Но это реально, как бы, работать вот так без остановки? Если человек, ну, сверху. Угу. По 33 заказа. Ничего себе. С ума сойти. Есть у тебя какая-нибудь интересная история, вот, за полгода твоей работы? Ну, прям такая, типа, вот, которую можно смело рассказать каким-нибудь друзьям, или какая-то необычная ситуация? Ммм... Ммм... Перед Новым годом пришел заказ на 5к. Ммм... Значительно я потратил много больше времени, чтобы найти тут дурацкий ресторан, потому что был огромный дом, который был как сплошный муравейник. Ммм... И это был как целый район, из которого были разные домики. То есть ресторан находился в одном месте, а он, на самом деле, находился совершенно в другом. Понятно. В итоге я около 10 минут потратил на то, чтобы его найти, в итоге я и опоздал, прихожу в приличное заведение, и там был один бармен. И когда вот мне... Когда я пришел, они начали готовить заказ. Ага. На данный момент поваров не было, и поэтому все блюда, которые были заказаны, ну, в доставке, он готовил все сам. И в итоге он за меньше полчаса все сам приготовил, в качестве... В качестве извинения положил 3 бутылки морса. После этого заказ я забрал, и оказалось, что 5 минут топать до клиента. В итоге я худо-бедно нашел парадную квартиру, поднимаюсь и отдаю заказ. И вдруг получается, что он меня дал чаевые на 1000 рублей, когда у тебя смена на 1000 рублей. Понятно. А сколько самые большие твои чаевые были за полгода? Ну, вот. Это косарь, да? Да. Понятно. И когда я написал в беседе об этом, то все подумают, что это моя зарплата. Просто вот так вот и туда, да? Угу. Понятно. В общем, ребят, у меня к Саньку еще куча всяких вопросов. И, как я уже сказал, давайте, если это видео наберет 10 тысяч лайков, то я проведу целый день вместе с Сашей и покажу, как внутри уже устроена доставка Яндекс.Еды. Поскольку ты пришел впервее, чем другой доставщик, то я в качестве бонуса даю тебе чаевые в размере твоей, собственно, суточной оплаты труда. Ты сказал, что у тебя в среднем получается там 1500, но я подумал, что, блин, ну это слишком маловато, поэтому я думаю, что 2000, это прям будет хорошие тебе чаевые, для того, чтобы ты, например, просто завтра взял и не пошел на работу. Написал в чате, ребят, отмены, я завтра выходну. Поэтому всего тебе хорошего, ребят. Если набираем лайки, я снимаю с Саньком следующий видос. Так что, Саня, спасибо тебе большое. Бери себе денежку, пей лимонадики, а мы пойдем забирать доставку второго Яндекса доставщика. Полетели. Ну что, второй доставщик тоже подошел, но, к сожалению, Александр оказался первым, и именно он получил суточную оплату своего труда. Ну а с вами был Александр Жучкин. Не забывайте писать вашу мечту в комментариях, и, возможно, именно вас я выберу для следующего выпуска. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк, как я. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...